Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Сегодня матчем в Лужниках в 21.45 по Москве сборная России начнет свой сентябрьский или назовем его Карпинский поход за право обладания девятью полновесными очками в копилку сборной, столь необходимых для попадания на главный турнир четырехлетия у футболистов, чемпионат мира, который, напоминаю, пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Скажем, прямо перед дружиной Карпина стоит непростая задача и девять очков в трех сентябрьских матчах могут показаться весьма затруднительным мероприятием. Вот какие матчи еще ожидают нашу команду в столь короткий недельный срок. После Лужниковского рандеву с подопечными Златко Далича мы отправимся на Кипр, где нам не гарантирована даже ничья. Времена, когда мы не замечали финнов, словаков и шотландцев, а на киприотов, люксембуржцев и мальтийцев смотрели глазами Гулливера прошли окончательно. И теперь любая команда мечтает увезти с Кипра одну очко. Этот непростой матч пройдет в субботу в 20.00 по Москве. Ну и на десерт после таких праведных трудов карпинским ребятам предстоит оторваться по полной 7 сентября в 21.45 по Москве в домашнем матче с Мальтой. Ибо если не седьмого, то когда и главное с кем. Поэтому в третьем матче, конечно же, ждем победу. Ну а насчет первого матча с хорватами, мой прогноз 1-1. Думаю, хорватов этот счет в принципе устроит. Ну а мы на победу вряд ли наиграем. С Кипром все непонятно. Если выиграем с минимальным счетом, то это будет огромный успех. Но скорее всего тоже может быть ничья. Хотя буду рад, если ошибусь. Ну с Мальтой все, надеюсь, понятно. Итак, программа минимум это 5 очков. Программа максимум 7 очков. Вот такой у меня прогноз. В 9 очков из 9 не верю ни при каких обстоятельствах. Но все равно удачи Валерию Георгиевичу. Хотелось бы приятной футбольной недели. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.